Сегодня, 14 ноября, Церковь вспоминает святых бессеребренников Косму и Дамиана Осийских, мученика Петра Игнатова, священно-мученика Александра Шалая, священно-мученика Дмитрия Овечкина. Святые Косма и Дамиан жили в III веке. Они были родом из Малой Азии. Мать-христианка привела им любовь к Богу и горячее желание служить ближним. Косма и Дамиан освоили врачебное дело и стали помогать людям. С больных они не брали никакой платы, соблюдая заповедь Иисуса Христа. «Даром получили, даром давайте». За это люди назвали их бессеребренниками. За праведную жизнь братья получили дар. Они могли исцелять не только с помощью своих знаний, но и силой своей молитвы. Братья исцеляли не только людей, но также и животных. Поэтому на Руси их часто считают покровителями домашней живности и птицы. Также им принято молиться о помощи в учебе. Некоторые предания связывают имена братьев с Крымом, где по одной из версий они жили в ссылке. В память о них освящен Косма-Дамиановский монастырь под Алуштой. Церковь прославляет святых братьев-бессеребренников и ставит их примером того, как Господь одухотворяет любое дело. Косма и Дамиан хранили души свои в нестяжательности и братолюбии. Полученный от Бога дар они употребили во благо людям. Церковь просит их сегодня. Святые Косма и Дамиан, молите Бога о нас. Петр Игнатов родился в крестьянской семье в Калужской губернии в 1904 году. Он окончил сельскую школу и женился на Анастасии, девушке из той же деревни. Она была верующей и часто посещала храм. Когда Петру исполнилось 22 года, он был мобилизован на срочную службу в Красную армию. Его жена переехала в пригород Москвы и устроилась на фабрику ткачихой. Она по-прежнему много бывала в церкви. По возвращении из армии Петр устроился на эту же фабрику. Искренняя вера жены, ее поведение, так не похожее на образцы и идеалы 30-го года, заставили его задуматься. Супруги стали вместе посещать храм, читать духовную литературу. По всей видимости, Игнатовы, хотя и оставались семьей, выбрали аскетический образ жизни. Свидетели говорили, что их связывали скорее братские отношения. В 1937 году Игнатовых арестовали. В доносе было написано «Петр Игнатов гордится тем, что он верующий». Супругов приговорили к восьми годам лагерей. Петр Игнатов скончался в 1941 году близ Норильска. В 2004 году он прославлен в лике святых. Гонения на церковь в XX веке коснулись тысяч простых христиан. И эти люди, простые труженики, даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего спасителя. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Сегодня мы обращаемся к новомученику Петру со словами молитвы. Моли Бога о нас. Священно-мученик Александр Шалай родился в городе Слуцкий в 1879 году. Он получил духовное образование и стал священником. Служил он в разных храмах Белоруссии. В 1935 году протеерей Александр выступил против снятия колоколов с закрытой церкви в поселке Блонь. Этот протест священнику припомнили в 1937-м. В тот год, во время всесоюзной переписи населения, священник организовал среди жителей Блони сбор подписей за открытие местного храма. Протеерея арестовали, обвинив контрреволюционные агитации, направленные на разложение колхозов. Его приговорили к расстрелу. Имущество конфисковали, а семью с четырьмя детьми выслали. В 1999 году протеерей Александр Шалай был прославлен как местно чтимый белорусский святой, а через год состоялось его общецерковное прославление. Храм во имя Святой Троицы в селе Блонь, который отстаивал священный мученик Александр, сохранился до наших дней. Деревянная церковь уцелела в годы войны, когда село было почти полностью уничтожено из-за обстрелов. Сейчас она живое свидетельство подвига новомученика. Сегодня церковь обращается к священному ученику Александру. Моли Бога о нас! Священно-мученик Дмитрий Овечкин родился в 1877 году в Казанской губернии в крестьянской семье. Он окончил учительскую семинарию и стал преподавать математику. Супруга Дмитрия также была педагогом. Несколько лет Овечкины учительствовали на Урале, а затем переехали к родственникам жены в Пермскую губернию. Там Дмитрий решил стать священником. В 1917 году в городе завершилось строительство Троицкого собора, возводившегося на средства жителей. В этом красивейшем храме из красного кирпича, втором по размерам в Пермском крае, и стал служить Овечкин. В 20-х годах одной из форм агитационной работы были публичные диспуты. Устраивали их и по вопросам религии. Отец Дмитрий принял твердое решение отстаивать христианскую веру перед лекторами-атеистами. Жена отговаривала его. Сразу после диспутов он был арестован и приговорен к трем годам заключения. В 1937 году в новую волну гонений священномученика Дмитрия расстреляли. При советской власти Троицкий собор города Осса, где служил священномученик Дмитрий, был мастерской по ремонту тракторов, спортивным залом, автовокзалом. Так совпало, что в 2000 году состоялось прославление Иерея Дмитрия в лике святых, а в Оссе было принято решение восстановить Троицкий собор. Подвиг новомучеников и исповедников – это великая сила, которая способна вдохнуть живой дух и укрепить не только современных христиан, но и жизнь всего нашего народа. Этот подвиг помогает понять, что подлинная свобода обретается в истине. Церковь обращается к священномученику Дмитрию с просьбой «Моли Бога о нас». Редактор субтитров А.Семкин